Чтобы выбраться из оккупированного Гастомеля, Ларисе Дроздовой и ее дочери пришлось переходить через ледяную реку по грудь в воде. Несмотря на то, что путь был очень опасным, через несколько дней Лариса снова вернулась в полуразрушенный город, чтобы спасти незнакомых ей людей. Дальше ее история войны. Боже мой, есть свет! Как это классно! Как мало человеку нужно для полного счастья! Просто, чтобы был газ, свет и вода в квартире. Это вот попал от снаряда кусок, когда мы с ребенком были еще здесь, в этой квартире. Мы были в соседней комнате. Выскочили сюда и увидели, что в окно упал кусок от снаряда. Тут даже дырка осталась. 7 марта не стало газа. У нас были взорваны снаряды на площадке. Когда российские оккупанты здесь все заполонили, я увидела под своим домом два бензовоза. Каждые пять минут приезжали российские танки и заправлялись здесь. У меня был такой страх, что я готова была сама себя расстрелять. За то, что я ребенка вывезла из Киева и привезла именно в этот ад, который был у нас здесь в Гастомеле. За 3-4 месяца до войны много людей именно из России приезжало сюда. Они покупали тут квартиры, кто-то арендовал. Люди именно из российских областей очень активно здесь заселялись. Сначала это было удивительно, а потом я поняла, что это могли быть люди, которых использовали россияне в войне против нас, украинцев. И когда начали бомбить эти дома, именно жилые дома, я не понимала, что происходит. Один из соседей этих новых домов, которые очень сильно пострадали, он сказал, это просто зачищают следы тех людей, которые приехали сюда за несколько месяцев до войны. Они могли совершать какие-то диверсионные действия. Мы выехали 7 марта. Две ночи мы переночевали в соседнем селе у матери нашего соседа. И узнали случайно, что есть коридор из этого села. То есть мы могли добраться до Киева. Подъехали машинами до этого моста через Ирпень. И когда я увидела этот мост, ну, во-первых, там была куча танков, мост подорванный, куча снарядов торчала. И мост разрушенный находился просто в реке. Было очень холодно. Мы шли по грудь в воде. Вот здесь у нас была зимняя одежда, зимние шапки. И мы через эту реку переплывали. С рюкзаками, с чемоданами. Было очень холодно. Но мы такие счастливые, мокрые, но счастливые добрались до Киева. Когда мы услышали украинский язык, в момент, когда украинские военные проверяли наши паспорта, у нас с ребенком на глазах были слезы. Мы просто стояли и рыдали от того, что мы слышали украинский язык. Я увидела объявление в Фейсбуке, что ищут волонтеров для адресной эвакуации. Тут уже не было ни света, ни мобильной связи. И люди здесь сидели, не зная даже, что их могут эвакуировать и забрать в Украину. Я вызвалась помочь этим людям, потому что я понимала, в каких ужасных условиях они тут находятся. Я ведь сама здесь была две недели. Мы шли с поднятыми руками, в белой одежде, чтобы оккупанты знали, что мы гражданские, чтобы в нас не стреляли. И в это время пишет один парень. Артем, мол, мы приехали вас эвакуировать. А ему отвечают, куда? В Россию? Мы не поедем. В Белоруссию? Тоже нет. А куда? То есть люди даже не верили, что мы можем забрать их назад в Украину. Люди, которые прятались в этом подвале, они прожили здесь почти месяц. Мне рассказывали, что у них здесь был и мужской туалет, и женский. Они даже обустроили здесь душ. Еду готовили на кирпичах в самодельной пекарне, так сказать, в столовой. Воду набирали в озере, потому что воды уже здесь не было. Именно из этого подвала вышло 9 человек. И мы по дороге еще собирали людей из соседних домов. Они к нам присоединялись. Мы говорили, что мы из Украины, что мы забираем вас. У нас там стоят бусики. Подходите туда. Я вспоминаю, и у меня просто слезы на глаза. Мы с ними просто на глаза. Субтитры подогнал «Симон»